Здравствуйте! Мы продолжаем рассказывать о модельном ряде компаний Ивека и сегодня у нас на обзоре модель Tracker. Это действительно заслуженный грузовик, заслуженная машина, которая пользуется очень хорошим спросом и популярностью у тех, кто привык работать в очень тяжелых условиях эксплуатации. Такой автомобиль вы встретите в любом уголке нашей необъятной родины. Их очень много трудится на севере, в действительно суровых и сложных условиях эксплуатации. И почему эта машина такая выносливая и такая популярная среди клиентов, собственно говоря, мы сегодня попробуем разобраться. Ходовая часть. Как я уже говорил, это стандартная машина. Речь идет о колесной формуле 8х4. Это модель Tracker, то есть это по умолчанию усиленная конструкция, предназначенная для работы в тяжелых условиях эксплуатации. Но, как я уже говорил, в принципе, при желании вы можете заказать машину под себя, выбрав из огромного количества опций. Например, при желании, если вы хотите возить свой песок или щебень, например, с комфортом, вы можете заказать себе пневмоподвеску. В данном же исполнении здесь установлены усиленные рессоры, усиленная рама с толщиной металла 10 мм. Но, опять же, при желании вы можете заказать дополнительную опцию в виде дополнительного усиления рессор и рамы. Раму также вы можете удлинить, например, для какой-то конкретной задачи или для какой-то конкретной настройки. Что касается мостов, то на выбор предлагается 4 варианта мостов, а также вы можете заказать сюда дополнительные колесные редукторы для каких-то особо тяжелых условий эксплуатации. Но в данном случае это машина стандартная, которая пользуется наибольшей популярностью с колесной формулой 8х4. При этом вы можете заказать машины с колесными формулами от 4х2 до 10х10. Надстройка. На данном автомобиле установлен самосвальный кузов объемом 20 кубических метров, производства компании Кантони. Это давний партнер компании Ивека и логично, что такой кузов устанавливается на модель Тракер. Это очень удачное решение, действительно, потому что эта компания уже давным-давно хорошо зарекомендовала себя на рынке. И те, кто пользуется ее продукцией, знают о том, что это действительно кузова очень высокого качества. В первую очередь за счет фурнитуры, оснастки, ну и, конечно, за счет использования высококачественной стали марки HB400, HB450. В частности, на данном кузове на панелях пола и передней стенки используется 8-мм сталь, на боковинах и на борту используется 5-мм сталь. Также на этой машине вы видите, что есть такая опция, как подогрев кузова, то есть выхлопные газы могут перераспределяться в полости кузова. Это тоже многие оценят, кому это нужно. А также для эксплуатации в северных регионах наверняка придется по вкусу эта опция в виде вывода выхлопных газов над крышей в верхнюю часть. В данном исполнении тракера установлен двигатель линейки Курсот 13 мощностью 410 лошадиных сил. Его главными отличительными особенностями является то, что здесь используются турбины без изменяемой геометрии, а также применяются классические насос-форсунки. Для чего это нужно? В первую очередь для неприхотливости и для использования в тяжелых условиях эксплуатации. Также при желании вы всегда можете заказать любой из двигателей в линейке Курсот 13 мощностью от 410 до 560 лошадиных сил. Что касается коробки передач, то по умолчанию здесь устанавливается механическая 16-ступенчатая коробка передач ZF. Но опять же при желании вы можете заказать и классический гидротрансформаторный автомат Ellison. Но как правило наиболее востребованные версии используют именно механическую коробку передач. Также обязательно нужно сказать про то, что здесь по умолчанию устанавливается классический и вековский моторный и трансмиссионный тормоз. Тракер является моделью, которая будет использоваться на суровом бездорожье, поэтому конструкторы предусмотрели все для того, чтобы машина максимально соответствовала всем необходимым требованиям. В частности, установлен усиленный металлический бампер, установлены решетки для защиты оптики. При этом, если вам нужно обслужить фару или протереть, например, они с легкостью отщелкиваются и точно так же обратно устанавливаются. Плюс к этому установлены дополнительные ступеньки с более грубым зацеплением, а нижняя ступенька имеет мягкий подвес для того, чтобы на бездорожье ее не оторвать, не погнуть и так далее. Поговорим об интерьере. Разумеется, здесь мы не будем говорить о каких-то дорогих материалах отделки, о каких-то суперсложных и суперновороченных опций. Здесь это по большому счету не нужно. В таком автомобиле самая главная функциональность, самая главная неприхотливость в эксплуатации и самое главное, чтобы все материалы служили долго и долгое время не теряли своего, так скажем, внешнего вида. В общем-то, все эти параметры здесь выполнены и самое главное, что здесь все эргономично, все сделано для того, чтобы было максимально удобно для пользования. Панель приборов и блок клавиш немного развернуты к водителю, это добавляет определенного уюта, ну и плюс к этому никуда не нужно тянуться, все под рукой. Щиток приборов тоже по большому счету не замысловатый, но при этом вся основная информация на него выводится. Есть жидкристаллический дисплей бортового компьютера, ну и разумеется, весь необходимый набор контрольных ламп. Учитывая, что человек, который работает на этой машине, он проводит здесь очень большое количество времени, поэтому ему нужно максимально комфортно здесь устроиться, для того, чтобы его нелегкая работа была все-таки по возможности проще. Соответственно, для этого здесь есть всевозможные отсеки и боксы для хранения каких-то мелочей, для того, чтобы разместить свои личные вещи. Есть вот такая полочка с прорезиненным ковриком, для того, чтобы здесь не скользило, особенно когда вы ездите, например, по бездорожью. Есть огромное количество подстаканников, каких-то ниш для того, чтобы положить там телефон или какие-то тоже личные вещи. Есть полочки вот такие с бортиками в верхней части под потолком, ну и здесь располагается блок на 4 однодиновых места, для того, чтобы здесь можно было разместить тахограф, например, радиостанцию, магнитолу и еще что-то, что вам нужно. То есть здесь все необходимо, все опять же будет под рукой. Самое главное, конечно же, кресло, потому что человек проводит в нем очень много времени. Здесь установлено кресло на пневмоподвеске с очень большим количеством регулировок, поэтому устроиться с удобством здесь точно не составит никакого труда. Руль, разумеется, регулируется по углу наклона. Делается это очень легко, достаточно нажать клавишу на пневмозамке, клавиша находится на полу, ногой нажимаем клавишу и регулируем руль. В остальном, в принципе, здесь ничего такого сверхъестественного нет, но, как я говорил, здесь, в общем-то, это и не требуется. Самое главное, чтобы все было под рукой, все было удобно и когда машина ездит по тому же самому бездорожью, где-нибудь в карьере или еще где-то, чтобы все личные вещи не разлетались по салону. Есть удобные кресла, есть удобные полки, ниши, бардачки. Все, что нужно для повседневной и удобной, комфортной работы, все здесь присутствует. Подведем итоги. Мы познакомились с наиболее востребованной версией модели Tracker. Что же она в себя включает? Это двигатель Курсор 13, мощностью 410 лошадиных сил, колесная формула 8х4, кузов Кантония объемом 20 кубических метров, ну и, конечно же, подготовка для эксплуатации в тяжелых климатических и дорожных условиях. Такие самосвалы есть в наличии на складе и для их приобретения вам достаточно обратиться к любому из наших дилеров. Если же вы хотите собрать какую-то свою особенную комплектацию, вы также можете обратиться к любому из наших дилеров и собрать тот автомобиль, который вам необходим для выполнения ваших конкретных задач.